Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Айдар Гумеров. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на улице Вишневского. Вы не признаете вину, то есть? А зачем не вину? Вы же на встречке были. Что заставило водителей иномарки выехать на встречную полосу? На улице Ершовой иномарка протаранила в бок попутный автомобиль. Он повернул, а я ему как раз в бок ударил. Как такое стало возможным? Тело пропавшей неделю назад 75-летней женщины найдено в колодце. Что по поиску дошлась? Мертвые! Что стало причиной смерти? Это не только ближайшие действия. Выехал на встречную полосу и протаранил едущий там автомобиль. Крупная авария произошла на улице Вишневского. Там практически лоб в лоб столкнулись две иномарки – BMW и Opel. Одну из которых отбросила на скорую помощь едущую на вызов. Рамиль Шайдулин узнал, что заставило водителя BMW выехать на встречную полосу. Он выехал на встречную полосу, скорость не сбавляя, врезался в меня. Девушка, управлявшая Opel, признается за большой водительский стаж, и да ее первая серьезная авария, рассказывает, добиралась с работы домой. Когда ехала по улице Вишневского, перед ней вдруг возникла BMW, едущая по ее полосе, но навстречу через мгновение произошла авария. Я ехал, скорую вычислил меня, пришлось на встречку выехать. Водитель BMW рассказал, в Казань приехал погостить, направлялся к товарищу. На встречную полосу, говорит, пришлось выехать, чтобы избежать столкновения с каретой скорой помощи. Однако после столкновения с Opel, BMW откинуло на машину медиков. Вы не признаете вину, то есть? А зачем мне вину признать? Вы же на встречке были. Возможно. А вот берутся, ездили специально обученные. Мужчина, который и выехал на встречную полосу, своей вины не признает. Считает, что сделал все правильно и хотел уступить дорогу автомобилю медиков. В аварии никто не пострадал. Повезло, что и в медицинском автомобиле не перевозили пациента. Однако в тот момент врачи направлялись на вызов. На месте ДТП работали сотрудники автоинспекции. Им теперь предстоит разобраться, кто же все-таки виноват в этом происшествии. Ромич Айдулин, Афиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Ушел от одного удара, но не ушел от другого. По крайней мере так, водитель Лады 14 модели объяснил причины столкновения. Сегодня утром на пересечении улиц Ершова и Новаторов столкнулись ВАЗ-2114 и Фиат Альбия. Удар был такой силой, что одному из пассажиров иномарки потребовалась медицинская помощь. Айрат Назипов попытался восстановить картину происшествия. Ну, головой ударился. Несмотря на то, что весь удар принял на себя отечественный автомобиль, его водитель и пассажиры практически не пострадали. Зато досталась пассажирке Фиата. Девушка ударилась головой и была госпитализирована в больницу. Он повернул, а я ему как раз в бок ударил. Я оттуда ушел от удара, встал. А вот отсюда ехал прямо в двине. Оба автомобилиста ехали в одном направлении. Водитель отечественного автомобиля отметил, что был вынужден вырулить на левую полосу, чтобы уйти от удара с другой машиной. Повернул, от удара уходил, сзади удар был. Пошла миномарка у меня. Я от нее отошел и повернул сюда, вот так вот отошел от нее. А здесь он меня не увидел и ударил. Водитель Фиата двигался прямо по трамвайным путям. В этом месте это не запрещено. В какой-то момент на его полосе оказалась лада. Среагировать на неожиданное появление автомобиля мужчина уже никак не мог. Водитель Фиата отметил, что в момент движения горел разрешающий сигнал светофора. Да и другого автомобиля он не видел. Вопрос, действительно ли владелец отечественного транспорта уходил от удара позади едущей машины или поворачивал налево, вопреки дорожным знакам, остается открытым. Айрат Назипов, Азат Семигулин, Вызов 112. Не успел затормозить и протаранил две стоящие на светофоре машины. Все произошло на пресечении улиц Декабристов и проспекта Ямашево. Лина Зинатулина увидела, что больше всего происшествия пострадал автомобиль предполагаемого виновника. А там запрещающий сигнал на скорости что ли был? Ну да, въехал. Водитель Митсубиси рассказал, направлялся по проспекту Ямашево в сторону улицы Декабристов. Ехал домой. На перекрестке ожидал разрешающего сигнала светофора. Но в какой-то момент его автомобиль протаранило сзади Деонексия. После чего его авто откинуло вперед настоящий там Шевроле Круз. Может тормоза у него не сработали или как? Гололед? Друзья водителя Део считают, что причиной аварии стал гололед. Уверены, что именно из-за погодных условий их друг не смог остановить свой автомобиль. Сам же водитель Нексии комментировать произошедшее не захотел. Однако, по словам других участников ДТП, свою вину признал полностью. В результате столкновения сильнее всех пострадала машина предполагаемого виновника происшествия. Если сотрудниками автоинспекции вина мужчины будет доказано, ремонт остальных автомобилей будет доплачивать его страховая компания. Лина Изнатольевна, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. Внимание, розыск полицейские Казани разыскивают предполагаемого насильника 19-летней девушки. Заявление о преступлении поступило 25 декабря. Девушка рассказала, что около 11 часов вечера вернулась домой. Когда открыла входную дверь, сзади подошел неизвестный, толкнул ее в помещение и надругался. Со слов девушки был составлен фоторобот злоумышленника. Также правоохранители изучили записи с видеокамер соседних домов. На одной из них девушка опознала нападавшего. На вид мужчине 30-40 лет, славянской внешности, роста около 175-180 сантиметров, волосы русые, глаза светлые. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Насильственное действие сексуального характера и нарушение неприкосновенности жилища». Всех, кто может оказать содействие в установлении личности предполагаемого злоумышленника и его местонахождение, полицейские просят обращаться в отдел уголовного розыска Управления МВД России по городу Казани по номерам 294-50-75. Тело 75-летней пенсионерки, пропавшей неделю назад, обнаружили волонтеров в колодце на окраине деревни Благодатное, что в Нижнекамском районе. Женщина, как обычно, пошла гулять, но не вернулась. Родственники самостоятельно найти ее не смогли и обратились к добровольцам. Альбина Менебаева с подробностями. Группа волонтеров решила искать бабушку там, где ее видели в последний раз в деревне Благодатное. Добровольцы разбились на два отряда, чтобы прочесать местность и увеличить зону поисков Ольги Никитиной. «Вот тогда будем смотреть, брошить территорию». «Заброшенные дома». Внимание волонтеров привлекли эти заброшенные здания. Туда и отправились в первую очередь. В первом ничего не обнаружили, а вот возле второго поисковики заметили следы, которые вели к колодцу. «Что по поиску нашлось? Мертвые». Тело 75-летней Ольги Никитиной находилось в колодце. Женщина была одета в черный пуховик и гамаши. Внук Сергей сказал, что раньше бабушка часто уходила гулять, но всегда возвращалась. «Потеря памяти, да, страдала. И она когда пропала? В пятницу вечером, получается, приехала из больницы». «Судя по заброшенной стадии, когда ходили, увидели след табутик, как бы посмотрели. Естественно, подошел по этим следам, уже было обнаружено тело Ольги Никитиной». Недалеко от этого места волонтеры также обнаружили икону. Внук подтвердил, она принадлежала его бабушке. Ольга Никитина ушла из дома в минувшую пятницу. Родные сначала искали ее сами, думали вернется. Когда поняли, что сами не справятся, обратились к волонтерам. Сейчас точную причину ее смерти должна установить экспертиза. Альбина Винебаева, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112. Полицейские Нижнекамска задержали с поличным 30-летнюю женщину, торговавшую наркотиками. Она попалась во время контрольной закупки. У нее обнаружили 4 полимерных свертка с порошкообразным веществом и 2 шприца с жидкостью, которые она приготовила для продажи. Позже результаты экспертизы показали, что изъято является наркосодержащим веществом синтетического происхождения, общей массой почти полграмма. Также выяснилось, подозреваемая ранее привлекалась к уголовной ответственности по статье «Кража». В этот раз в отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, незаконное производство и избыток наркотиков. Сейчас сотрудники полиции устанавливают дополнительных участников преступной схемы. Остановили прохожих и изъяли полкилограмма наркотиков. В набережных Челнах полицейские задержали двух жителей Воронежской области. То, что шли они в автоград по трассе пешком, показалось полицейским странным, и они решили проверить мужчин. Последний сильно занервничал. Вскоре стало ясно, почему Слават Махадолин продолжит. Наркотики, оружие, боеприпасы, зручные вещества. Есть. Где? В сумке на поезде. Что есть? Конкретно указывайте, что есть у вас. Наркотические вещества. После задержания отпираться молодым людям не было уже никакого смысла. Они отказались от освидетельствования на предмет употребления наркотиков, но признались, что являются закладчиками и достали наркотики из тайника для последующей фасовки и бесконтактного сбыта на территории автограда. В ходе личного досмотра у одного из задержанных полицейские изъяли поясную сумку, в которой находились пять полимерных пакетов. Как пояснил молодой человек, в двух из них гашиш общей массой почти 300 граммов, в трех других пакетах мефедрон общей массой более 200 граммов. Общий вес изъятых веществ составил полкиограмма. Все пакеты отправлены на экспертизу. Следственным управлением УМВД России по набережным Челнам в отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса России. Это покушение на незаконный избыток наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным. Слава Тухмадулина, Ратназипов, ВЗО 112. И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Айдар Гумеров. До встречи. И не бросайте ВЗО в судьбе. Вдруг она его примет.